Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Надежда Дик. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Студенты-медики Казанского университета получат дополнительные выплаты. Стань новым лицом телеканала Универ ТВ. На площадке Сбербанка России ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и вице-президент-председатель Волговятского банка ПАО «Сбербанк» Петр Калтыпин подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере здравоохранения, образования и науки. Отметим, что подписание состоялось в рамках онлайн-конференции Сбера «Цифровые тенденции в медицине», в которой также принимали участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. А теперь к другим новостям. Какой приятный сюрприз подготовило правительство Республики Татарстан для студентов-медиков? Расскажем в нашем следующем сюжете. Правительство Республики Татарстан организовало грант в форме субсидии для образовательных организаций, благодаря чему 12 студентов-медиков Казанского университета, работающих в ковидном госпитале, смогли получить дополнительных своей зарплате по 7 тысяч рублей. Спасибо, что наши ребята откликнулись. И тот, кто сегодня с нами, работает младшим персоналом, средним персоналом, ординаторы у нас работают врачами. Они имеют документы, которые позволяют им трудоустроиться, а значит они получают такую же зарплату, ровно такую же, как и каждый сотрудник среднего, младшего звена, врачебного звена клиники. Студенты отмечают, что они шли работать не для того, чтобы получать дополнительные премии, а для того, чтобы помогать людям. Мне дает, естественно, это моральную поддержку. Я отдаю свою энергию и получаю взамен радость в глазах, улыбки. Иногда пациент капризничает, садишься уже как со своим бабушкой, с дедушкой, начинаешь разговаривать. И, естественно, они уже как-то лучше реагируют, лучше начинают разговаривать. Видно улыбки на их лицах. Кристина Надышина, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Университетскую школу Елабужского института Казанского университета вновь посетили почетные гости. О том, кто там был на этот раз, смотрите в нашем следующем сюжете. Глава Елабужского района Рустем Нуреев и депутат Государственного совета Республики Татарстан Леонид Барышев посетили университетскую школу Казанского университета в Елабуге. Для гостей провели экскурсию по кабинетам и рассказали об особенностях учебного заведения, после чего обсудили планы развития школы. Очень приятно, что в Елабуге у нас сделан такой проект университету. Огромная благодарность от меня. Это как жители, и тех детей, которые здесь будут учиться и учатся. Хотелось бы, сегодня мы злово обсуждаем, сколько нам еще пришли поработать, чтобы каждая школа в Елабуге также преобразилась. Нам, конечно, муниципалитету надо обязательно пользоваться тем, что федеральный университет курирует, патронирует эту школу. Естественно, все семинары, которые университет будет здесь проводить, мы бы хотели их тиражировать на все наши школы. Отмечена и профориентирующая работа в школе, нацеленная на успешное поступление школьников в ВУЗ. Диана Жленкова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Когда речь идет о загрязнении, то одна из самых масштабных и неразрешимых проблем это огромное количество микропластика в окружающей среде. Микропластик есть везде. Даже на Эвересте были найдены микроскопические частицы пластиковых волокон. Люди, ни о чем не догадываясь, потребляют около 330 микросчастиц пластика ежедневно. Он содержится в воде, идее и воздухе. Как он попадает в организм человека и в самые отдаленные уголки планеты, мы решили спросить эксперта. Это частицы менее 1 мм, а некоторыми исследованиями указываются, что это менее 5 мм. Получается микропластик путем разрушения крупных частиц пластика под действием различных факторов, к которым относятся климатические факторы, физические явления. Несколько лет назад также было обнаружено швейцарскими исследователями загрязнение микропластика горных вершин. В Эвересте в данном случае, скорее всего, попадает микропластик путем передвижения вместе с людьми. То есть там наибольшая концентрация микропластик была обнаружена около зон расположения лагерей альпинистов. Для того, чтобы бороться с микропластиком, для начала следует утилизировать хотя бы обычный мусор. В городе все достаточно просто. Переработкой мусора занимаются мусоросжигательные заводы и фабрики. Однако на природе в суровых климатических условиях все гораздо сложнее. Узнаем, кто занимается чисткой мусора в таких труднодоступных местах, как горы, в частности на Эвересте. Существуют и со стороны Китая, и со стороны Японии такие волонтеры, которые приезжают исключительно с целью, чтобы собрать мусор у подножья. Требуется специальная подготовка, потому что начиная с 4000 метров содержание кислорода в воздухе уменьшается. И поднимаясь на Эверест необходимо постепенное, как сказать, привыкание. Очищать планету от мусора и отходов необходимо. Хотя бы потому, что загрязнение окружающей среды оказывает прямое воздействие и на самого человека. Выясним, как микропластик вредит здоровью. На микропластик и саму пластмассу оседают загрязняющие вещества, адсорбируются. Таким образом, они также проникают внутрь живых систем. Микропластик попадает в желудочно-кишечный тракт маленьких детей даже. Федосия Ршова, Ленарда Влетьяров, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюс. Пять добровольцев под руководством команды ученых из Канады провели эксперимент. На протяжении нескольких дней участники исследования пили смесь воды и водки. Некоторые трезвели самостоятельно, а остальные использовали специальные устройства. Результаты эксперимента оказались неожиданными для всех. Смотрим. Поехали к шефу. В таком виде я не могу. Я должен принять волну, выпить чашечку кофе. Если бы у Геннадия Козаедова, персонажей с бриллиантовой руки, было изобретение канадских ученых, чашка кофе и ванной не пригодились бы. Сотрудники Университета Торонто создали устройство, ускоряющее в три раза процесс отрезвления через дыхание. В процессе очищения организма от алкоголя участвуют легкие и печень. Работу печени ускорить нельзя, а легких можно. Путем учащенного дыхания. Изобретение ученых поможет делать это безопасно. При учащенном дыхании в норме человек теряет также и углекислый газ, но в этом устройстве как раз таки подается смесь кислорода и углекислого газа в таком соотношении, что это позволяет человеку достаточно долго дышать глубоко и часто. Аппарат в виде маски, подключенный к насосу, может пригодиться не только в процессе отрезвления. Оно за счет учащенного дыхания позволяет уменьшить концентрацию определенных веществ в крови. То есть для того, чтобы быстрее избавиться от каких-то веществ, там при отравлении тем же угарным газом, к примеру, или отравлением метиловым спиртом, что является очень токсичным веществом и так далее. Как указано на сайте производителей, чудо-маской обзавестись могут только медицинские учреждения. Диана Желенкова, Универньюс. У нас появилась очень классная идея ворваться в Новый год. С новым оформлением. И сейчас мы будем переделывать очень много всего. И в первую очередь это касается наших межпрограммных небольших зарисовок, которые имеют длительность 15-20 секунд, которые идут вместе с рекламным блоком. И, соответственно, поскольку будет новое оформление, хотелось бы увидеть новые лица. И поэтому, собственно, основной слоган это «Стань лицом телеканала». Для участия необходимо заполнить форму заявки в официальной группе канала во ВКонтакте до 10 декабря. Хотелось бы в первую очередь видеть молодых ребят и молодых девушек, поскольку телеканал все-таки студенческий. И хотелось бы наблюдать студентов, ярких, активных. Естественно, если у нас есть молодые и активные сотрудники Казанского федерального, мы будем рады их видеть. Будет очень классно с ними тоже поработать. Вдруг именно они станут лицом телеканала. Кастинг стартует 10 декабря в 14.00 по адресу профессора Нужина 1.37 в здании Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Редакция телеканала находится на третьем этаже. Проходим в большую студию. И до встречи на кастинге. Диана Желенкова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова